И еще об одном. О тайнах мирового океана. Великие неизвестные. Именно так до сих пор называют мировой океан ученые и океанологи. Ведь несмотря на то, что человечество вот уже полвека осваивает космос, океанские глубины остаются во многом неизученными. Что же скрывают эти глубины? И почему на многие вопросы мы не можем получить ответов? Об этом в нашем заключительном материале. В 1991 году океанограф доктор Верлак Мейер обнаружил в печально известном районе Бермудского треугольника на глубине 600 метров необычную пирамиду. Материал, из которого она была сделана, напоминал толстое стекло. Что самое удивительное, ее возраст, по оценке ученого, не превышает 500 лет. Доктор Мейер предоставил коллегам все документы экспедиции. Однако дальнейшая судьба стеклянной пирамиды в прессе не освещалась. Словно кто-то наложил запрет на эту тему. Кто и зачем возводил ее, так и осталось неизвестным. А материалы исследований, судя по всему, были засекречены. Так уже было в 1960 году. Тогда американцы попытались исследовать Марианскую впадину. Самое глубокое место на Земле. Глубина впадина достигает 11 тысяч метров. Но лишь спустя 35 лет газете New York Times удалось опубликовать сенсационные результаты этих исследований. Как выяснилось, через несколько часов после того, как аппарат почти достиг дна, случилось нечто странное. На экранах мониторов замелькали какие-то большие тени. Раздался скрежет и лязг. Когда же платформу подняли, оказалось, что ее мощные конструкции погнуты. А стальной трос, на котором держался батискап, диаметром 20 сантиметров, наполовину пропилен. Кто пилил трос под водой и погнул платформу из сверхпрочной стали, так и осталось тайной. Спустя три года после инцидента в Марианской впадине, во время крупномасштабных морских учений, которые проводили американцы у берегов Пуэрто-Рико, также случилось нечто странное. Гидроакустика военных кораблей вдруг засекла ультрабыстроходный подводный объект. Он двигался со скоростью 270 километров в час и мог погружаться на глубину 6000 метров. Для сравнения, максимальная скорость современной подлодки — 70 километров в час, а предельная глубина погружения — около 1000 метров. Причем этот объект находился в зоне маневров в течение четырех дней, а затем бесследно исчез. И это не единичный случай. Такие же странные объекты засекали и советские подлодки. Все попытки военных как-то войти в контакт с неизвестными объектами успеха не имели. Никакого разумного объяснения этим феноменам военные эксперты дать не смогли. Что неудивительно, ведь Мировой океан часто называют Великим Неизвестным, поскольку его глубинные слои практически не изучены. Древние, например, верили в легенды о людях-амфибиях. Если говорить вообще об истории развития отношений между человеком земным и человеком подводным, то надо начинать с источников, которые пришли с Древней Греции, то есть со времен Геродота и Платона. Именно они впервые стали говорить о том, что первые люди, эта цивилизация, видимо, была амфибияобразная. Вероятно, не случайно люди-амфибии оставили свой след в древних мифах. Вот как описывает шумерского бога Уанесса вавилонский историк Берос. Все его тело было подобно телу рыбы. Под рыбьей головой у него была другая, а снизу ноги, как у человека. Как гласит легенда, Уанесс днем беседовал с людьми, а вечером погружался в воду. Потенциально под водой можно встретить что угодно на самом деле. Поскольку жизнь в океане существует гораздо дольше, чем жизнь на суше, то, соответственно, и формы эволюции могли там зайти очень далеко по путям, которые нам вообще могут быть труднопредставимы. Впрочем, никаких весомых доказательств этой гипотези нет. Великий неизвестный надежно скрывает свои тайны.